Друзья, приветствую! Видео будет коротким, но важным. Должен сказать, что я раздумываю очень серьезно по поводу того, чтобы закрыть половину инвестиционной части вложений в криптовалюты, в частности в биткоин, потому что я думаю, что сейчас наступает несколько опасный период. Дело в том, что давно уже у меня нет торговой части, потому что весь этот рост, который начался с марта, он не выглядел для меня убедительным и где-то еще на 14 тысяч долларов основные операции в лонг долгосрочные я прикрыл и торговал только в очень короткую от прибыли. Теперь же я раздумываю о том, чтобы прикрыть по крайней мере половину инвестиционной части, которую я не торгую и буквально в двух словах я расскажу, почему у меня такие соображения. Во-первых, продолжают развиваться сигналы и те указания на то, что этот рост будет заканчиваться более глубокой и долгосрочной коррекцией. То есть вот эти почти 60 тысяч долларов, возможно, станут локальным максимумом. Какие это сигналы? Распределение по Вайкофу. В прошлых видео об этом я говорил и оно уже сейчас начинает подтверждаться. Мы вплотную приближаемся к зоне в 42 тысячи долларов. Второе. Это дивергенция на недельном таймфрейме. Неделя еще не закрылась, но осталось пару дней. Вполне возможно, что такая дивергенция у нас случится. Эта неделя очень и очень глубоко опустила цену. Сейчас максимумы по цене растут, по индикаторам падают. Кроме того, эта неделя, если мы не уйдем выше 48-49 тысяч, будет медвежьим поглощением. Эта свеча красная полностью перекрывает рост, который был на прошлой неделе. Ну и наконец, сегодня я сделал вот такой вот пост в Твиттере по поводу того, как развивается цикл роста на криптовалютах и не только. Посмотрите, здесь пример 2017 года по биткоину. Но если вы построите, в принципе, сами вот эти линии поддержки, они построены по минимумам цены. То есть линия поддержки, которая имеет определенный угол наклона. То есть ознаменовывает скорость этого самого роста. Вот была первая стадия, потом рост стал ускоряться, вторая стадия, третья, четвертая, пятая стадия. И, ну вот здесь вот можно выделить даже и шестую стадию, но это уже совсем какой-то запредельный рост, который в конце концов закрылся практически 50% падением. И потом уже начался у нас медвежий рынок. То есть вот таких вот шесть, можно сказать, стадий, после которых, после стадии роста, после которых начинается коррекция, длительная и глубокая. В биткоин в 2019 году то же самое. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая стадии. На шестой стадии у нас происходит достижение максимума и начинается глубокая коррекция. Сейчас очень похожая ситуация. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая стадии. Вот эта шестая стадия очень резкая. После нее уже мы тестируем вот эту красную линию и на самом деле ее и пробиваем. Предвкушаю многие вопросы по поводу построения этих линий поддержки, но на самом деле все они имеют ответы. В общем, хотите, давайте обсуждать. На самом деле вещь универсальная. И та же самая ситуация была, скажем, на графике цены NASDAQ перед крахом доткомов в 2002 году. Вот, пожалуйста, первая стадия, вторая, третья, четвертая, пятая. На шестой уже наступил крах. И, естественно, падение было очень и очень глубоким. Ну и вот вы видите, что сейчас цена напрямую пытается взаимодействовать с вот этой вот линией последней поддержки. И, конечно, как всегда, все может случиться совсем по-другому. У нас продолжается история с печатанием долларов. У нас продолжается история с тезером. Хотя, на самом деле, уже есть определенные новости по поводу того, что у тезера все более возрастают проблемы с законом. И насколько там он еще обеспечен, это большой вопрос. И все это может продолжаться, приведет к не очень веселым последствиям. В общем, если все это будет продолжать, тем не менее, падать, а не расти, несмотря на общий тон эйфории на рынках и печатание денег, то это может даже вылиться вот в такую вот ситуацию с головой и плечами, которая, конечно, не на 100%, но на процентов 60, как по-булковски, приведет нас к минимуму следующей коррекционной волны. И это будет уже далеко не 30%, которые нам хотелось бы для получения удачных входов в лонг. То же самое показывается с распределением по схеме Вайкова. В общем, повторюсь, что, безусловно, все это может еще и не отработать. Ни в коем случае, по крайней мере, не стоит шортить такой рынок, но принимать решение о том, докупаться ли дальше вот на такой вот коррекции или все-таки попытаться уменьшить свои позиции по риску, это выбор каждого. Должен обратить ваше внимание еще на то, что похожее мнение высказал Олесио Растани в своем недавнем видео о том, что у него есть какой-то магический индикатор, который неоднократно уже показывал стадии перекупленности и перепродности, когда именно риск огромный перекрывает возможную прибыль, то есть стоит этот риск ограничить. Он сравнивает и с 2017 годом, ну и много примеров у него в этом вот большом видео есть. Сейчас он говорит, что уже на 40 тысячах сигнал на повышенный риск был очень яркий, и он повторяется в данный момент, то есть я думаю, что к этому стоит прислушаться. Кроме того, ситуация и на традиционных рынках вполне себе сопоставима с тем, что у нас происходит на биткоине, то есть недавно было падение и на S&P, и на Dow Jones, и на Nasdaq. Nasdaq вообще выглядит не очень хорошо, но это связано отчасти с неопределенностью и нервозностью на рынке ввиду определенных инфляционных ожиданий, так что если все это будет продолжать разворачиваться, то, как это уже было раньше, биткоин, скорее всего, пойдет за остальными традиционными активами. При этом, конечно, должен вам сказать, что как у нас было и в прошлые разы, скажем, вот в 2019 году, цена дошла, ну практически до предыдущего максимума, то есть дала второй шанс продать. В 2018 году то же самое, когда был пик на 20 тысячах, следующий максимум был в районе 17 с лишним тысяч. То есть рынок дает второй шанс выйти, ну и как бы зайти тем, кто хочет потерять побольше, и на этих вот тех, кто заходит, можно разгрузить свои позиции. Поэтому даже сейчас, когда мы предполагаем возможный выход из рынка, вот на вот этой вот второй волне роста, где там она будет как-нибудь так, надо будет каждому принять решение, что он делает здесь, докупает в надежде на продолжение или ограничивает свой риск. Я пока буду лично смотреть, но у меня очень большое желание именно сделать по второму варианту. Тем не менее, вот этот второй шанс на закрытие, наверное, я буду все-таки ждать, но если не получится, останусь в долгосрочных холдерах, а если получится, все-таки, наверное, буду закрываться. При этом должен отметить, что в настоящий момент цена формирует у нас определенную уже дивергенцию на 4-часовом таймфрейме, бычью, то есть, видите, минимум ниже, не минимум на индикаторах выше. То есть, скорее всего, вот здесь вот на этой перепродности цена будет разворачиваться немного наверх и как раз, возможно, достигнет уровня в 50 с лишним тысяч долларов, на котором уже вот это самое решение стоит принимать. А при этом вот это самое падение, помните, в прошлом видео мы говорили о том, что есть определенные указания на заведение крупного количества биткоина на одну из спотовых бирж, по-моему, это были Gemini, ну и действительно, вот это падение, оно себя отрабатывает. Так что вот такая вот ситуация, такая история. Я понимаю, что многим из вас, большинству, наверное, из вас не хочет слышать о подобной вариации развития событий, все ожидают нового роста, аль сезона продолжений и так далее и тому подобное. Я понимаю, что плохие новости не хочется никому слышать и плохие ожидания никому не хочется воспринимать как некие варианты. Но и говорить вам такие вещи, с которыми я не согласен, тоже я не хочу. Я буду делиться своим мнением и своими соображениями по рынку вне зависимости от мнения большинства. Тем не менее, посмотрим, как все это будет развиваться. Повторюсь, если цена уйдет без меня вверх, то у меня во-прежнем останется половина долгосрочных вложений в биткоин. Если же уйдет вниз, ну тогда я получу куда большую, более хорошую точку входа для, опять же, половины своих вложений. То есть тут ситуация выигрышная в обоих случаях, на мой взгляд. Сегодня коротко, возможно, сделаю видео более подробное на всю эту тему. Ну а пока удачной торговли и надеюсь, что кому-то было полезно. Пока!